Лезут через какие-то там калитки секретные, подземелья секрет... Красиво там, кстати, вот в этих Англиях, это видимо где-то там... Ну, в этих широтах снимают, у них как-то это... Я думал, так только на картинках бывает, а у них там эти... Вот дорога, а вдоль неё там деревья, а кроны наверху сходятся, такое... Кругом какие-то чуть ли не лианы, эти ползучие фигни там всё обвёт... Вьюны! Да, у нас такое не растёт, а там... Ну, это нужно в среднюю полосу совсем ехать, какая-нибудь там Калуга или типа того, там такое сколько хочешь. Мхи какие-то там, стены все поросшие, очень красиво. Это значит очень много влаги и в среднем тепло. Отлично. Оно вот именно так и будет выглядеть. Я прям... Когда я это смотрел, я когда снимал квартиру на металлистов, на своих родных, там давным-давно со времён советской власти забили ухаживать за улицами, в принципе, нахер надо. И кусты, которые были высажены перед домом... Ну, такой присадничек вдоль хрущёвочки. Обычно же там вот так хрущёвочка стоит. Перед ней участок такого газончика, где кустики растут, чтобы красиво было. Они уж давно вымахали до размеров деревьев. Вот. А с другой стороны, проезжую часть отделяет ещё один газончик, где, собственно, деревья растут. И вот когда где-то к середине-концу мая всё уже окончательно заколосится, там расцветёт и распустится, ты выходишь, и там натурально вот как в этой английской аллее. Потому, что все эти кусты вот так вот перехлёстывают через дорогу, через тротуар, доходят до ветвей этих самых деревьев, и ты вот идёшь как в открытой галерее. Моё почтение. Я, когда проживал в нашем славном Купчино, у меня всё время у нас девятиэтажный корабль, а ей перед ним насажали деревьев, и деревья выросли до седьмого этажа, ну и там сразу трава внизу расти перестаёт, потому что дерево это не это. Не даёт солнцу проходить. Фотосинтезу нема. Да. И в окна свет не светит, и вообще дерево всё закрывает, вороны там какую-нибудь кошку доедают, презервативы висят. Вот это самое главное. В советской власти было модно всё в окна выкидывать. Блин, тут вроде мусоропровод есть, но почему тебе скоту не дойти до мусоропровода? Меня это всё время поражало, хотя сам такой был, но презервативами не пользовался. А вот есть ли какие-нибудь нормы, например, чтобы подойти к окну и померить, сколько туда этих... Люменов должно попадать. Люменов, да. На кой хер у вас растёт это дерево? Вот оно должно... Там куст какой-то до окна первого этажа, и ни в коем случае не выше. Кто у вас за этим смотрит? Есть ли какие-то нормы? Как это вообще? Я понимаю, конечно, всю эту любовь баранов к каким-то немыслимым деревням, но если бы мне заслоняло, я бы был недоволен. Я вот, например, на Лиговке, где живу, у меня окна мало того, что выходят в трансформаторную будку, как положено в Питере, так это... Там на четвёртом этаже светло, а у меня темно, давайте вы ещё дерево какое-то посадите, я всё с корнями вырву. Это недопустимо. Я же тоже жил в корабле на озерках, и мне страшно нравилось, что там вот эти деревья... Какая зелень. Точно вровень с моим четвёртым этажом были, может быть, даже немножко выше. С гарантией. Так хорошо. Господи. Ты выходишь, смотришь, что это зелень за тень. Не терпеть ему куда ярко. На фиг пить. Не надо всё. Мне так нравился этот полумрак. Вот это вот... Шелестит вот так вот перед окнами. Я прям всегда был счастлив от этого. Вот кто виноват-то. Вот что надо присесть. Ну, теперь у нас в Мурино всё просечено. Ни одного дерева нигде нет вообще. Город-каменные джунгли. Ничего быть не должно.